Дорогие коллеги, мы начинаем работу круглого стола в экономический пункт, вопросы и проблемы лечения развития и творчества в университетах с того, что очень конвенение и здоровье. Я вам приветствую всех участников нашей сегодняшней встречи, и сотрудников института, сотрудников группы, которые работают над данной проблемой, и наших коллег из других помощных центров, привлеченных к этой работе, приехавших сегодня к нам, и наших гостей. Мы исполняем подобные обязательства. Я вам представлюсь. Я директор института, 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 академия наук, Павлский Владимир Евгеньевич. И в данном случае, то есть существенно, руководить этот проект Российского научного фонда в академическом уровне. В рамках этого проекта мы и проводим сегодняшнюю встречу. В общем, наверное, мне сейчас понравится прямая вещь, которая мне очень интересна, но, может быть, это не менять, она нужна, хотя бы не порядка. С этого года начинается реализация проекта под нашим названием. Проект реализуется на базе нашего института, как внешнего научного центра во втором георгии в 20-м веке. И задача проекта, конечно, за ближайшие три года, подготовить необходимую базу для запуска экологического уровня. Для начала уже последствия практической работе, работ его научной единицы. Мы прекрасно понимаем, что типа категорического собрания, это ОМО, наиболее ОКО и ОКО, типа издания, возникает отличное большое объем в фундаментальных работах. Работах, кстати, клинического характера, работах географического характера, работах географического характера, собирательского характера, создания баз данных, необходимых для айсератической группы, которые предстоит выпускать в массовое изучение. Это все практические задачи, которые впоследствии встают перед участниками группы, перед две членами. У них успешное решение, конечно, возможно, отключить это в перспективе достижения два облица. Собственно, выпуск собрания. И как я вижу главную задачу нашу сегодняшнюю, она состоит перед всего в том, чтобы пытаться от первого приближения заметить в облицном храме, в облицном теме тот рубеж, который мы должны подойти. И нам предстоит начать разговора по предсказаниям важным вопросам, как то, каков клинического забрания, каковы эти технологические принципы, какова его структура, таковы разные подходы в части реализации этих устоявшихся технологических алгоритмов, в принципе, управляющихся и в части коллектив, которые необходимо будут ввесены, исходя из индивидуальных и индивидуальных художественных моделей. Не надо, исходя из особенностей, если же технологические ситуации с заключением нескольких последний на сегодняшний день. В общем, общим акционом весь круг обсуждаемых на сегодняшний вопрос относится вот так иначе для детей к тому, чтобы предложить некоторые решения, иметь запутивные решения, значит, некоторое движение. Вот это и самая большая главная задача. Наши свечи, в данном случае, не специально теоретические характеристики, а характеристики практические. Чтобы говорить, для необходимости пространных скуляций на тему сочинений, о текстологии, о гранили лица. И уже первое, что это назначили программы, тоже более практические. И я передаю слово для представления этого сюжета. Я, конечно, Анатольевичу Канцелеву, свидетелей по научной работе, руководитель двойними директорами наследства и подробу вашего динамского начинания. Пожалуйста, Анатольевич. Спасибо. В программе обозначена тема моего выступления, которое я хотел бы расширить. И сразу сказать, что я буду перевести наш сегодняшний трудный стол. Я бы хотел бы мне просто представить план проспект собрания сочинений, план проспект Горазоса, мы все его видели, его будем обсуждать. Я хотел бы представить весь унинский проект, который начался не вчера и не только этим грантом, надеюсь, не закончится искрошением грантом. Грант нам позволил много командировок для обсуждений и много чего еще, но весь унинский проект начался гораздо раньше. Сегодняшний круглый стол поедет в отчет по гранту РНФ, но унинской группы, которая осложилась много и других планов. Но для начала я хотел бы представить основных участников унинской группы, которые знакомы друг с другом, но уверен, что все их хорошо знают и пока не представляют объем работы. Первым хотелось бы назвать Ричарда Береса, который сегодня есть с нами. Это создатель города Сторожского архива в Рейсе, хранитель Гунинского архива, главный исправитель Вейлана Вера Кунина Стэй. Старый круг детских литературы. В компании с ним делается собрание сочинений Леонида Андреева и очень хотелось бы надеяться, что собрание сочинений будет делаться при его активнейшем участии. С ним, с Ричардом Дэвисом мы готовили сборники архивных материалов под названием Иван Алексеевич Бунин. Новый материал, который выпускал московский книг для издательства «На русский путь». Вышли с 2004 года первые, вторые и третьи выпуски. Кроме того, у меня были еще гранты с первого РНФ. Бунинский грант. Подготовка к первой книге тома всей литературы наследства в 2013-2015 годах. И сейчас идет грант проекта ФРИИ. С 2016 по 2018 год. Подготовка второй книги во всех этих проектах. Активным образом участвовали все члены нашей группы. В первую очередь Сергей Николаевич Морозов, старший научный сотрудник МЭИ. Один из главных участников основополагающих для изучения жизни и творчества Бунина проектов последних лет. Во-первых, том «Бурицистик» Бунина, вышел еще в 1998 году. Письма Бунина, вышли два тома. Здесь письма 1985-1904 года и, соответственно, письма 1905-1919 года. Кроме того, первый том «Ретекси» жизни и творчества Бунина, доведенный до 1909 года. Второй том и третий. Второй том «Ретекси» — «Ретекси» — «Жизнь и творчества Бунина», доведенный до 1909 года. И в следующий публикации, посвященные Бунину. Далее. Татьяна Михайловна Денингенятина, доктор филологических наук, Саша Мачесатурдина, Кушинского Дома, подготовила ряд посвященных Бунину статей и публикаций и единственное на сегодняшний день научное издание Бунина. Духтомное стихотворение в серии Геодита Павла. Далее. Татьяна Михайловна, Евгений Анатольевич, доктор филологических наук, профессор в Санкт-Петербургском государственном институте. У него нащупил ряд важных для изучения творчества Бунин и публикаций следующих научных изданий. В частности, подготовка третьего выпуска Бунинского сборника. Он авторский. Евгений Анатольевич его готовил практически в одиночку. И начата подготовка четвертого выпуска архивных Бунинских материалов. И также готовится издание Бунина всей литературной памяти. И, как выражали в советское время, привыкнувши к ним, Антон Владимирович Бакумысов, который мы хотим видеть в нашей группе, хотя участником грамотов он не является. Но надеемся, что в этом последнем грамоте он воюется в нашей коллективе. Доцент МГУ, авторский Бунин в Балтике и множество статей и публикаций. То есть, таким образом, на счету группы, которая сложилась уже, получается, сколько будет 10 лет, большинство, наиболее видны искрошения в миновении последних лет. Там о писем, там о летописи, томы издания стихов, выпуски Бунинского сборника, а также еще большее количество планов. «Готовящиеся тома» и «Тратурные памятники», множество статей и архивных публикаций. Многие участники группы и ресортации защищали по Бунину, и Сергей Николаевич Морозов, и Евгений Рудышевич Пановаев, Татьяна Михайловна, и Евгений Рудышев, и Евгений Рудышев, и Евгений Рудышев. Тут пользуясь случаем. Хочу раздать авторские библиары только что вышедшего, читал главный разогнал «Литературный факт», в котором три публикации посвящены Бунину. Все они членов рабочей группы. Вы еще не видели, поэтому могу сказать. В разделе «Биографика» статья Бакунцева, Ивана Гунина, не состоит из среди авторгазии «Тридурное отозрение», статья «Нобелевский город Гунинов, и Евгений Рудышев, и Евгений Рудышев, и Евгений Рудышев. И в разделе «Вопросы фиксологии» статья Розова «Проблема ветеробки прозыгран». Это я вам прямо сейчас огонь. Вопросы фиксологии. Вопросы фиксологии. Некакое отточнение. В составе «Жегута» будет еще на количество молодых учебок, и их роль будет очень важна в текущей работе. И на местах, где-то присутствует. И очень мне надеюсь на то, что в общем результате «Резентского проекта» должно проводиться приемом количестве известных и нынешних. И прошедшую точку, что на юношеской середине институте действительно, я как учусь в этом направлении, ведутся уже многие годы, когда начались разработки для реализации этого проекта, навазили много отделов. На юношеской середине института, мы учили в городе Груздорубельков, и отдела новейшей русской литературы и литературы русского заведения. Наша концентра технологии в этической ценности 19-го века возглавляемая меньшую специальность Наталья Васильевна Кавлиенко. Наталья Васильевна должна была принимать участие в форме наших двух словах, чтобы ее обстоятельства сложились так, что она сегодня не может. Но ее эксперты, конечно же, не очень важны. Я надеюсь, что с материалами, наша следующая работа, с этим познакомиться, и в дальнейшем будем действовать в полной связке, что называется. Вот, собственно, все, что хотелось бы сказать. Извините, это крючется на отражение. Прошу с продолжением. Спасибо. Все верну. Поэтому я хотел бы перейти к планам рабочей группы, которые, я тоже очень надеюсь, будут прирастать молодыми специалистами, которые, хотя бы обращаясь, посвятят себя изучению творчества, вероятно. Значит, еще что числится в активе на рабочей группы по кругу? Ну, во-первых, в организационном плане этот круглый стол у нас тоже телефонит. Эти круглые столы, конференции, посвященные Бунину, рабочая группа проводила в Доме Русского заубежья, в лицем университете, в Римли. И мы приглашали на эти круглые столы и уже обсуждали в первых номерках те же самые ракурсы. И Наталья Васильевна Корнеевна из таких круглых столов в Доме Русского заубежья поддерживала наши разговоры и желание начать собрание сочинений. И сразу хотелось бы сказать, что сегодняшние доклады, которые мы изучали на сегодняшней шифровой столе. Продолжатся доклады на уже большой настоящей конференции осенью 2018 года. По итогам у мероприятия хотелось бы выпустить в бумажном виде сборник материалов конференции, а еще лучше просто бунингский клубник, который бы включал статьи, а также архивные публикации. Но, помимо этого, есть план и электронный. У нас находится большой портал, по-моему, включающий электронную библиотеку, точнее, библиографию с инференцией в ее электронную библиотеку, а также с базами данных, с разъемами новостей, научных статей, и публикаций, там задумано очень много чего. Мы уверены, что у нас сразу получится все, что мы задумали, но я надеюсь, что даже если нам удаться сделать хотя бы процентов 23, с того, что задумано, это уже будет центральным ресурсом для обновления. Ну и, конечно, главный бумажный и публикационный. Том «Лимон следствия вторых книг», сборник статей, очередные русские сборника «Помним новый материал», ряд отдельных публикаций, ведущих изданий у нас, и по всем названным гранатам и без гранатам у участников группы изрядное количество публикаций ведущих изданий. Вопрос к литературе, вопрос к литературе, по моему литературному обозрению, по моему филологическому вестнику, вестники архивистов, по литературному факту и самых разных других журналах и сборникам. Вин Сун всего этого, и, по крайней мере, одним из главных этапов, ей должно стать наручное собрание сочинений Игумы. На мой взгляд, это одна из самых сложных задач, потому что для писателей XX века собрание сочинений Игумы представляет небольшую трудность. По разным причинам, я думаю, мы это говорим, обсудим. Мы по латине проспекты и экспологические инструкции всем рассылались. Надо обсуждать, обсуждать есть что. Сразу же честно скажу, что да, мы участников группы нет единого взгляда на то, каким должно быть это собрание. и мы всегда спорили и, наверное, будем продолжать спорить, но на каких-то вариантах придется остановиться и какие-то компромиссы все-таки должны быть. Я понимаю, что любое собрание сочинений вызывает всегда такие же примерно отношения. Если посмотреть, как готовило собрание сочинений, скажем, Вячеслава Иванова, где все члены рабочего коллектива тут же переругались между собой, они до сих пор никак не могут собериться и прийти к какому-то консенсу. Но надеюсь, что у нас получится более конструктивный подход, и о чем-то мы все разговариваемся и сможем взглянуть дело с морской точки. Дело в том, что о собрании сочинений речь заходила уже давно, и на протяжении многих лет при разговорах Ричард Террис всегда говорил, что мировое научное сообщество еще не готово к такому собранию, потому что нет ни понимания, как оно должно готовиться, недостаточного количества людей, которые должны ему готовиться. Со вторым я абсолютно согласен. Людей действительно мало. В мире, где ежегодно выходят книги, посвященные иконинам, десятки проходят конференции, посвященные иконинам, выходят 40 статей о нем, у достаточного количества людей, которые готовы при конференции прочитать доклад, немало людей, которые способны написать именно таким. Но при вопросе, кто готов взять на себя том, в четвертый том собрании сочинений, таковых, как было 5-го, как остается 5-го. И я бы очень надеюсь, что мы общим усилием. Найдем уже 100-го, 7-го и, может быть, даже 9-го. Но это надо очень постараться. Главное, что хотелось бы добиться общим усилием. Найдем людей, которые возникнутся за это, они очень благодарны, продаемко делают. Но без этого ничего не получится. Пока что у нас из 25 предполагаемых томов исполнителей, наверное, где-то я по критике скажу томов на 8. А все остальное требуется еще на 9. И самая главная и самая большая проблема – это проза оменив. Если с письмами все более-менее понятно, где отсюда были письма, там все готово, но ясно. С публицистикой я тоже очень люблю это. По стихотворению, слава богу, у нас есть прецедент, здесь все более-менее тоже ясно. Остается только переформатировать собрание сочинений. Но самая главная проблема – это проблема прозы. Не было ни одного научного издания прозы кумнина. И вот как его требуется издавать, как его можно издавать, как его нужно издавать – вот это проблема, вызывающая массу споров, непонимания и именно на это мы должны решить. Кроме этой главной проблемой есть еще целый ряд довольно интересных проблем, которые, наверное, решатся, но которые тоже вызывают много споров. Например, меня очень интересуют последние годы вопрос публикации маргиналей, записей и разрознанных заметок у них. Что с ними делать – непонятно. это огромное количество материала и требует обсуждения. В собрании на это один тон. Я не уверен, что это вписывается в один тон. Это надо будет смотреть. Но тут уже надо смотреть предметно, когда появится хотя бы какой-то объем набора, чтобы это для обсуждения было. Вот. В упомянутый уже неоднократно Ричард Дэвис начал сдаваться и отвечать не откровенным, а уже таким бевоенным и скользким может быть только в последние годы. по поводу собраний сочинений он начал как-то вот говорить, что все равно анонимозно надо его будет делать, но как это делать – не вполне ясно. Ну, 2020 год – Бонинский юбилей. И хотелось бы думать, что, по крайней мере, 150-ти летит Нобелевский юбилей должен получить в полном смысле слова «научное собрание». Ну, у них было несколько собраний, но мы прочитали в материалах, как Сергей Николаевич всегда разослал, общая сводка в материалах по собранию сочинений ясна. Ну, его очень скромно и по-академически деликатно названо собрание, «полное собрание сочинений воскресенья» – это буквально в смысле ужас, 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 как в стороне. Это не просто не собрание, и им приходится пользоваться только потому, что ничего другого, сравнение, но по количеству там уже более полная демонстрация. Ну, так вот, возможно, именно появление его, если бы Ричард Эдвиса все-таки сдаться и сказать, ну, ведь если мы этого не сделаем, то вот все это так и будет продолжаться. Поэтому мы как раз определимся с ним, каким он все-таки может быть, и выработаем какие-то принципы, которые не будут называть обраненные большие сомнения, и в поводстве с которыми мы все-таки в ближайшие, я бы не сказал годы, выпустим это собрание, я бы деликатно сказал так, что в ближайшие годы мы определимся и все-таки решимся начать это собрание. выводы, какие-то вот эти вот принципы. Если мы к 20-му году, то есть в ближайшем, хотя бы начнем, допустим, первый том, то будет замечательно. И тогда уже главной проблемой станет продолжение. Потому что слишком много, начиная с 90-х годов, было собрание, которое заканчивалось на первом и втором томе, и пребывает в этом состоянии до сих пор. Ну, у него, в отличие от градусов, написано все-таки не 100 томов, 25 более-менее обозримое звучит, и я надеюсь, что мы доживем, по крайней мере, до начала этого собрания, если не до завершения. А молодые наши участники, надеюсь, ждут до завершения. Более того, я надеюсь, именно они его и продолжат, и, по крайней мере, и закончат. Предложение к будущему дальнейшему нашему мероприятию. Значит, предлагается как-то. Сейчас мы даем слово Сергею Товарищу Морозу с выступлением на тему принципа подготовки наученного собрания сочинений Бунина, потом обсуждаем его, как глава, так же, проспект, диктологическую строку свою и само положение подготовки собрания, потом уходим на пиверейф, перебазируемся в кометный зал, где кофе-брейк, после чего прощаемся и заслушаем все остальные доклады, которые у нас на сегодня стоят в программе. Возражения по такой поездке есть, а если нет, тогда просим Сергея Николаевича на три пункта. И есть, и вдруг пересадите сюда. Добавлюсь еще раз долго идти. Итак, потом мы добавляем в постановочный характер всей нашей дискуссии будущих принципов подготовки научного собрания сочинений Бунина. Приступая к подготовке научного собрания сочинений Ивана Алексеевича Бунина, необходимо сразу определить основные принципы работы с литературным наследием писателя. В 2014 году в Петербурге, как уже здесь говорили, у нас в серии новой библиотеки поэтов вышел в том, и в секторе не будет подготовлено Татьяна Николаевна и Бунина. Эта фундаментальная работа явилась в первом научном собрании поэзии Бунина. Именно для него подготовки была выработана концепция научного издания и литического наследия писателя. Определены технологические принципы для данного издания, а также были выявлены технологические вопросы и проблемы, которые необходимо будет решить в будущем. Прежде всего, нам необходимо решить самые общие, но принципиальные вопросы для подготовки научного полного собрания сочинения Бунина, предварительная работа, на которую мы идем. Все основные вопросы и положения должны быть научно обоснованы и зафиксированы в техническом инструкции по подготовке этого собрания. Основные принципиальные вопросы следующие. Выбор основного текста, структура и состав собрания сочинений, датировка, комментарии. Я подчеркиваю, только основные вопросы. Думать, следим на решение всего собрания сочинений по всем этим вопросам изначально обвинять не сможем. Но мы должны выбрать научно аргументированное обоснование решения данных вопросов. Так или иначе, эти решения не должны быть формальными, а должны исходить из особенностей творческой работы Гунина и всего его литературного наследия. Одной из главных технологических проблем всегда является выбор основного текста. Относительно творчества Гунина эта проблема стоит, может быть, наиболее остро. Дело в том, что сам писатель на протяжении всей своей творческой деятельности чрезвычайно строго относился к своей литературной работе, к своим художественным текстам, много расправленных как до печати, так и после опубликования на будущих изданий. Остались его литературные завещания, где он дает четкие указания относительно того, как надо печатать его текст, как он составил, и по каким источникам. Но, как справедливо делает Катьяна Катьяна Дмитрий в своей статье по текстам Бунина, это положение не помогает современным исследователям, а отчасти даже осложняет их работу. Сложность в определении основного текста заключается в том, что Бунин управил свои тексты в конце жизни для будущих своих изданий, но делает это в разные годы и в разных экземлярах конкретного тока, в связи с чем его права в целом, в ряде случаев не всегда согласованы. Возникает вопрос, по какому источнику печатать основной текст, включать в позднейшую правку писательный основной текст и в сеть исправления воспроизводить в комментариях о разделе другие редакции вариантов. Очень хотелось бы напечатать основной текст по последней артусской воле воды. Однако, довольно часто это очень сложно определить эту волю. Согласен с доводами Татьяны Михайловны, что несогласованной правки очень много. Правда, пока еще идет только о поэзии, но вопрос остается.